друзья всем привет собственно судя по всему этим видео я открываю новую рубрику которая будет называться ну что-то типа цитаты и сегодня озвучу небольшой отрывок вот из такой вот книжки называется крестный путь россии автор николай сергеевич кажется да николай сергеевич леонов генерал-лейтенант доктор исторических наук живой свидетель описываемых событий и участник многих из них дает нам свою интерпретацию окрашенную глубоким патриотизмом и болью о судьбе отечества книжка называется крестный путь россии период 1991 по 2000 год и отрывок звучит следующим образом анатолий чубайс почти никогда не говорил о таких категориях как родина народ процветание страны суверенитет и независимость россии которые непременно должны были присутствовать в словарном запасе национально ориентированного политика нет он предпочитал всегда обходиться скудным словарем экономиста-рыночника свободная конкуренция приватизация отказ государства от роли экономического субъекта бездефицитный бюджет фондовый рынок и прочее это как если бы хирург начиная операцию не объяснил своей бригаде задачу сохранения здоровья и жизни пациента а только механически повторял зажим скальпель тампон и прочее анатолий чубайс и как экономист и как политик не мог не добавить не мог не отдавать себе отчет в том что его приватизационная компания повторяет по всем параметрам компанию красно как красногвардейской атаки на капитал совершенный в 1918 19 года его предшественникам львом давидовичем бронштейном в результате которой в стране были почти десятилетний разрух и полная ликвидация промышленного потенциала российской империи кстати борис ельцин в своих воспоминаниях прямо называют чубайса абсолютным большевиком по темпераменту по подходу президентский марафон страница 101 оба то есть брайнштейн он же троцкий и чубайс от себя добавляю оба в разные исторические эпохи эпохи действовали по принципу цитата весь мир насилия мы разрушим до основания а затем конец цитаты многоточие разрушение было главным побудительным мотивом действий и того и другого анатолий чубайс конечно превзошел своего предтечу по масштабам проделанной работы ибо ему выпала роль уничтожить потенциал второй по величине промышленной державы мира не находившийся в состоянии войны и не переживавший полосы кровавых внутренних смут если троцкий действовал как можно предположить в соответствии социально-экономической схемой разработаны и внедренной сознанием на западе то анатолий чубайс ориентировался на прямые рекомендации получаемые от своих американских советников начиная с директоров распорядителей международного валютного фонда и кончая аравы консультантов осевших в офисах чубайсовского ведомства каким бы неистовым большевиком не представляли троцкого запад никогда не отказывал ему в поддержке и гостеприимстве ибо его практическая деятельность объективно отвечала стратегическим устремлением устремлением запада в отношении советской россии в конфликте между троцким и сталином между идеей мировой перманентной революции и национально-социалистической автарки или автарки потом посмотрю тут вот поэт с носочками запад неизменно был на стране на стороне льва давидовича а он завещал своим архи и свой арк а он завещал свой архи революционный архив университету цитадели капитализма сша собственно предлагаю вам подумать над всем услышанным либо вы можете прочитать ссылочка будет в описании вообще советую прочитать эту книжку его пока остановился собственно на 144 странице а всего здесь больше 500 книжка на самом деле очень познавательный очень очень интересная особенно для тех кто жил в 90 и особенно для тех у кого в 90 было детство как у меня то есть 91 мне было три года естественно мне эти вопросы мягко говоря не интересовали но к 2000-му я уже более-менее начал как-то понимать что вообще в жизни происходит хотя тоже особенно как и любой подросток в этом возрасте политика не интересовалась а вот сейчас стало очень интересно что же тогда происходило почему все получилось именно так как получилось вот давайте все вместе подумаем можете оставить свои комментарии в комментариях